В этом году у Витнамской школы номер 9 10-й юбилейный выпуск. Покидает ее 45 юношей и девушек сразу два класса, ученики которых когда-то пришли сюда несмышленными малышами. Несмотря на пасмурную погоду, у ребят на душе светло, хоть и немного грустно. Сожалением отпускают во взрослую жизнь выпускников и их родители. Семейная, спокойная атмосфера в школе царит. Вот, ну в общем-то, и школе благодарны, и учителям благодарны, и очень довольны за своих детей. У нас вообще очень замечательный дружный класс. На торжественной линейке было сказано много напутственных слов и пожеланий. Хотелось бы мне вам пожелать мирного неба над головой, счастья и здоровья для вас и ваших близких, чтобы сбывались ваши мечты, самые заветные и не самые заветные. Те, которые еще могли бы подождать, ну пусть они тоже сбудутся. После официальной части ребята загадали желание, запустили в небо белых голубей и посадили у школы два деревца, а затем направились в актовый зал. Ну вот, желание загадано, голуби отпущены, деревья посажены. Пора продемонстрировать свои таланты на сцене. Ребята из 11-го Б порадовали зажигательными танцами и веселыми сценками, а 11-й А подготовил отличный фильм и много эффектных музыкальных номеров. Учитель биологии Юлия Москаленко взяла ребят под свое крыло еще в пятом классе. Она очень гордится своими учениками, среди которых два претендента на медаль. Ребята у меня очень замечательные. Мне, конечно, безумно тяжело с ними расставаться. И, конечно, я их всегда рада видеть. Я очень за них переживаю, за их дальнейшую судьбу. Но я верю, что они у меня такие замечательные, что у них обязательно всю жизнь не получится. Ребятам тоже тяжело расставаться друг с другом и со школой, и ставшей для них вторым домом. В 11-м классе мы стали еще больше сплоченные. Это 100%, потому что у нас появился общий враг. Это ЕГЭ. Вот. Я скажу, что он самый лучший, и ни вам не совру. Я в этой школе с первого класса. Я помню, как она открывалась, как мой одноклассник разрезал ленточку. Как я пришла вот в эту школу, я просто по ней ходила и думала, Господи, ну такая огромная, такая красивая, тут столько всего будет. Куча воспоминаний из школьных дней, просто столько эмоций, впечатлений. Лиза прощается с любимой девятой школы ненадолго, так как планирует поступать в педагогический, чтобы стать учителем младших классов. Практически все ребята уже определились с профессией, и у многих из них довольно амбициозные планы. Постараюсь с инженерией связать свою жизнь, а также буду баллотироваться в депутаты. А пока ребятам предстоят серьезные испытания с дачи ЕГЭ и поступления в выбранные учебные заведения. Екатерина Борисова, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин